Коней на переправе не меняют. Как вы догадались, из превью речь идет о конях. Я часто слышу эту пословицу, ее теперь применяют ко всему, суют куда ни попадя. Меня зовут Андрей Цветков, и у меня есть что сказать по этому поводу. Не меняй коней на переправе. Во-первых, и это главное, руководствоваться в жизни пословицами это крайняя степень инфантилизма. Просто крайняя. Нежели богато и нечего начинать. А почему бы и не начать жить богатым? Бабло кончается, а перспектив никаких. Бог шельму метит. Серьезно? А жулик, он кажется большой. Бумага все стерпит. Но тут соглашусь, это правда. На ловца и зверь бежит. Попробуйте. Но вернемся к коням, которых на переправе не меняют. А если ваш этот конь с брендью, и вам вообще не надо было на эту переправу, а он вас туда притащил и собирается утопить? Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину. Не будете менять. Или он сдох посреди переправы. Что там пословица на этот счет? Никаких не дает установок. И непонятно, чего вы все время с этим конем на переправе-то делаете. В обычной жизни переправа это мгновение. Основная часть пути это дорога. В нашей жизни, если учесть чистоту употребления этой фразы, одна сплошная переправа. А ну какой вы тупой! Когда говорят о руководителях государства, применяю эту пословицу, то часто имеют в виду, что в сложное время менять руководителя нельзя. Это серьезно. Да, серьезно. Ну я, конечно, не историк. Вот на вскидку, например, Наполеона не меняли, и все равно французы проиграли. И Гитлер не менялся на переправе, и тоже проиграл. Может, дело не в этом? Может, это не так принципиально? Основной принцип моего существования служение гуманистическим идеалам человечества. А уж если взять бизнес или семейную жизнь, то кризис, это та самая переправа из пословицы, как раз и является признаком того, что пора что-то менять. Партнеры в отношениях, или сами отношения, или руководителя фирмы. Ведь кризис это следствие его управления, или их совместных действий. Кризис это когда тебе ничего не хочется. Ладно, согласен. Бывает внешний кризис. И ни вы, ни руководители фирмы не виноваты. Тайфун. Но в таком случае, скорее всего, менять нужно немедленно. Вот представьте себе завод. И он работает в спокойное, мирное время. Поставщики привозят по хорошим дорогам запчасти. Вы что-то там собираете, что-то продаете. Ваши рабочие квалифицированы. Ну, короче, все нормально. Для управления этим заводом нужны одни навыки. Но если производство попало под внешние факторы, которые меняются ежеминутно. Дороги разваливаются, машины пропадают, люди исчезают, появляются новые неквалифицированные сотрудники. Что делать с продукцией непонятно. Это не кризис. Это б***ь. Справится ли ваш управляющий с этими задачами? Может быть и справится. А может и нет. И вполне возможно, что если не справится, то его надо сменить. Недаром в бизнесе есть кризис-менеджеры. Так что коней на переправе надо менять не руководствуясь старыми пословицами, а руководствуясь реальными задачами и навыками коня. Коней. А если они не справляются, надо их менять поскорее, иначе они утопят всю телегу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, плачьте и грустите. Времена сейчас такие. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok